106 лет нас отделяют от трагического события, которое произошло в Екатеринбурге. Именно туда, в 1918 году, большевики сослали царскую семью и в подвале дома Ипатьева совершили страшное преступление. Это происходило тайно ночью, чтобы никто не услышал и не узнал, как оборвалась земная жизнь царской семьи. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила царскую семью к лику святых. С той поры во всех православных храмах почитают День памяти царственных мучеников, который отмечается 17 июля. А в ночь перед этим днем в храмах проходит Божественная Литургия. Уже далеко за полночь, а в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери многолюдно. Божественную Литургию совершил митрополит Читинский и Петров Забайкальский Дмитрий. В храме не зажигали свет, молились при свечах. Царственные страстотерпцы, царственные мученики. Так, после причисления к лику святых, Русская Православная Церковь называет Николая II и его семью. В Евангелии написано «Не прикасайтесь к помазанникам моим». То есть царь неприкосновенен, поэтому фигура царя, как помазанника Божьего, не должна была подвергаться не просто насилию, а жестокому насилию. Я думаю, что каждый сейчас должен сделать эти три выводы. Есть пророчество о том, что царь еще будет в России, но мы не знаем, когда это будет и как это произойдет. Православный человек в ожидании этого пророчества, поэтому сегодня на службе много народу. Я думаю, что каждый в это верит и ожидает. Сегодня ощущается прямо какая-то скорбь, трагедия. Прошло 106 лет, как сегодня. Ощущение такое, что как будто это сегодня ночь, вот это и это происходит. Что-то очень глубокое. И чувство такое, что мы, наверное, не покаялись еще в этом всем, в то, что совершили. И всем нам предстоит это осознать и пройти этот путь. Все-таки покаяться, измениться. И это будет ответ наш на те события, которые происходили тогда. В завершении богослужения митрополит Дмитрий обратился к собравшимся с проповедью, посвященную подвигу семьи последнего российского императора. Он сказал, что русские цари и царицы были истинными христианами. Это и придавало им великий статус в истории. И не только нашей, но и всего христианского мира. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалья.